Всем привет! С вами Сергей, проект По. Сегодня хочу рассказать о книге, которая вышла из издательства Inspiria. И книга, которая относится, видимо, к такому поджанру, которая называется true crime книга. Это книга о реальных преступлениях. Это книга о реальном маньяке. Книга называется Нянька. Меня воспитывал серийный убийца. Автор Лайза Родман и Дженнифер Джордан. Главный автор Лайза Родман и, собственно, основная идея, которая была заложена в эту книгу, это как раз таки эта девочка, эта женщина точнее, узнала спустя много лет, что на самом деле она контактировала с печально известным убийцей Тони Костой. И вот теперь она решила рассказать, как это все происходило. Она изучала очень много литературы. Тут очень много, кстати, будет ссылок и на интервью, какие брались, и на всякие судебные заметки, беседы с детективами. Вы посмотрите, 165 источников, можно так сказать, на которые идут ссылки вот по мере чтения. Книга произвела сильно на меня впечатление. Во-первых, подача идет таким образом. Есть воспоминания главной героини Лайза. Она вспоминает, как она была девочкой. И на самом деле даже вот эта история меня цепляла сначала, очень сильно вызывала эмоции, потому что это девочка, которую не любила мама. И это так жестко, потому что тут будут описываться такие ужасные сцены, игнорирование, я не знаю, избиение ребенка, как мать ну совсем плюет на своих детей, ищет себе постоянных мужиков, как она мечется по району, переезжает в другие города, пытается найти там себе мужика и так далее, как она переключается. И в один из моментов она не хочет заниматься своим ребенком, там еще и вторая девочка, которую она любит больше, и там тоже на это жестко читать, особенно когда ты родители, понимаешь, какая жестокая судьба и как калечит это тоже ребенка. Но акцент-то не на этом. Тут все-таки все равно какой-то исповедь, мне кажется, от девочки, то есть показать, насколько жестко может мать влиять на ребенка, какие ситуации, ну просто там ужасные ситуации происходили. Вплоть до того, что с кем дочку оставить, думала мамаша и случайным людям отдавала. И вот один из этих случайных людей оказался Тони. Оказался человек, который делал работу там по отелю, по мотелю, то там он починит кран, то там что-то еще сделает. Она спокойно доверяла девочек этому мужчине, и он на машине их, например, возил, там мороженым угощал, еще какие-то дела делал. И, как ни странно, он хорошо относился к девушкам, то есть общался, улыбался с ними и так далее. И девочки даже не подозревали о том, что это за мужчина, что это за Тони. И даже когда он отвез их в одно таинственное место, сказал, что это вот сад, в котором его тайна, вот они что-то начали уже, ну, там чего-то пугаться и так далее, непонятно было, почему в такой глуши что-то находится, но все равно ничего с ним не сделал, потом он их посадил обратно и увез, никакой там педофилии и так далее, никаких таких событий не происходило. И тем страшнее вторая история, которая идет здесь в развитие параллельно. Это рассказывается вот как раз про Тони до знакомства вот с этой девочкой, рассказывается про его проблемы, как он подсел на наркотики, как у него сломалась судьба, как он ходил к врачу, который ему на нем эксперименты какие-то ставил, выписывал ему эти лекарства бесконтрольно, и он это все поглощал. Он понимал, что с ним что-то не то, якобы, что он такой темный, но все равно очень много здесь наркотических каких-то трипов, каких-то таких вот событий, сумасшедшая какая-то жизнь, это 60-е годы, здесь хиппи, марихуана. Половая жизнь неограниченная, вплоть до того, что даже судьба его жены, когда он влюбляется в молодую девушку, замуж она выходит, она забеременела, соответственно, они, чтобы не было каких-то слухов, у них свадьба происходит, но после этого у него что-то, сдвиг какой-то на сексуальной фазе происходит, он начинает от нее требовать каких-то извращений, вплоть до того, подвешивать себя вверх ногами в дверях, там что-то еще, но тут будет описание определенных вещей, это все будет через воспоминания его, через показания жены, что и как это происходило, тут еще много будет именно целых, то есть ты читаешь, считаешь, и тут потом сносочка, вот это, показания и так далее, то есть, по сути, здесь сюжет ты не заспойлишь как таковой, да, потому что убийца, которого поймали, который убил несколько девушек, что-то косвенно не доказано, что-то на него пытались повесить, но потом со временем, даже благодаря какой-то переписке и так далее, смогли каких-то девушек отыскать, что они просто, я так понимаю, там жизнь была какая-то дурдом, дети уходили из дома, уезжали куда-то, девушки эти молодые на машинах автостопом путешествовали, и там, говорят, тысячи пропавших там было в то время, и здесь вот это время вот этого безудержного какого-то хаоса, наркотиков, свободы какой-то непонятной, таких вот экспериментов, убийств, и ужасно, ужасно это было читать, и особенно потом, когда потихонечку раскрывается этот Тони про него, вот про убийство, как он, когда уже на него начинали подозревать, как он этого избегал, как он путался там в показаниях, как он не признавался очень долго, как там очень много психологов с ним работали, пытались понять, он душевно больной или нет, как раскрутить его на признание хотели там узнать, потому что были какие-то косвенные улики, как вообще он изначально избегал там каких-то подозрений, и все это, естественно, тут копается и в его прошлом, да, то есть рассказывается и вот про эти наркотики, лекарства непонятные, и антидепрессанты, все это смесь к чему-то все приводит, тут еще намеки на его детство, что он был изнасилован в детстве, еще и священник там что-то от него хотел, то есть казалось бы, какие-то штампы такие, которые мы видим в фильмах, и этого не видено, это реальное событие, то есть это то, что произошло, это история про Тони Коста, которую называли Джеком Потрошителем, Эпохи Хиппи, как тут написано вот сзади на обложке, это есть в аудиоформате, но знаете, я вот как раз был не готов это в аудиоформате слушать, то есть я читал именно все в бумаге, и это реальная история, которая ужасает, знаете, когда читаешь ужасы, когда читаешь, не знаю, фантастики, хоррор, ты же понимаешь, что это фантазия автора, что это вымышленное, это где-то какие-то образы, и ты все равно мозг до конца не верит этим событиям, особенно если там читаешь, не знаю, там с вампира, со всем остальных, и поэтому у тебя есть какой-то адреналин из-за этого, у тебя как-то будоражит это все, но ты в этом не веришь, этому не сопереживаешь. Здесь же читать такое, это очень смешанное чувство. Да, здесь невозможно анализировать текст, там с художественной частью, потому что здесь сплошные там показания какие-то, здесь перескакивает текст, здесь какой-то логики не просматривается, естественно, здесь нет каких-то, не знаю, художественных там, чему-то подводят мысль и так далее, здесь скорее такие заметки, здесь скорее, хоть и связанное вроде как произведение, но мне все равно это воспринималось, как какие-то урывки. Ты читаешь, потом говорит, вот согласно показаниям этой девушки, он там их довез туда, или вот неизвестна судьба этих девушек, так их и не нашли, возможно они живы, а может быть он все-таки их убил. И читать это было страшно, страшно даже вот эти моменты из его, я не знаю, пытаться понять, там общество на это повлияло, или у него что-то было сломано там внутри из-за всего этого, или это прям псих сумасшедший, или это человеку, у которого просто ценности какие-то сместились, человек ли это вообще, который так вот живет, или там такой образ и жизни, и вообще и ценности, я не знаю, для меня это было как будто реально другая реальность, просто вот заглянуть в это все, и видеть, как можно такие токсичные отношения, общение, не знаю, на работе, там он постоянно бросает работу, ничего он не доводит там до ума, вот этот вот хаос, что он там себе приводил постоянно людей других, там наркотики были нам стопом, они там снимали, грабеж он какой-то делал, в тюрьму попал, в тюрьме тоже, как я понял, насилие было, и все такая кутерьма, ты просто читаешь, просто, не знаю, для меня это сумасшествие, это такая, мне кажется, черная такая, такие эмоции вызывают этой книге, потому что ты поражаешься, и как люди живут, этого не замечают, или как там вот закрывали глаза на определенные какие-то вещи, и это ни книга не оправдывает, ни маньяка, ни, кажется, она не делает, даже там, какие-то выводы она не приводит, типа, кто в чем виноват, тут действительно идет какая-то констатация фактов, что удалось раскрыть, где есть гипотеза, тут вот про это и говорится, что возможно еще это там неверно, но опять же, я еще скажу, что параллельно у меня был шок, именно еще от истории вот этой самой девочки, не с маньяком связанной, а вот отдельно, мне даже понравился, даже, наверное, этот ход, ну, мне так кажется, я понимаю, почему автор тоже захотел про это рассказать, и рассказать про свою боль, от матери, которые не любят, да, это кошмар, когда такие отношения, и вот, автор, мне кажется, вылило это все через, выплеснул это все через эту книгу, вот, хотя, да, можно подумать, что основная цель, это все-таки рассказать про этого маньяка, хотя, по сути, если задуматься, ну, там эпизодоническая вещь, тут даже есть такой диалог, как, мама, как ты могла оставлять меня с маньяком, он же там убивал людей, там, и так далее, и мать такая, дым пуская воздух сказала, ну, не убил же он тебя, да, с другой стороны, тут тоже есть, можно прицепиться, да, сказать, вот, маньяк ее по раз повозил, там, и так далее, ничего не произошло, она узнала гораздо позже, что это был маньяк, что так мог сказать и сосед, так мог сказать, не знаю, обувь, которую чистил, там, еще какая-то профессия, которая пересекалась с этим человек, иногда, это и заметно, всяких ток-шоу, желтой прессе, так и раскручиваются, какую-то звезду берут, или какого-то, плохиша какого-то, и начинают всех побочных, которые его там видели, там, или в школе, там, когда-то знали, или что, и начинают раскручивать эту историю, здесь, мне кажется, еще автор хотела показать, если тут прям исследование, там, они поднимают документы, и так далее, исследование самого этого Тони Коста, его, вот этого, мировое ощущение, да, как у него все там это менялось, но и сама она хотела рассказать свою историю, что, как у нее все было тяжело, что вот, как мать могла наплевать на собственного ребенка, что вот, прямо она рядом там с мадьяком происходила, еще какие-то ситуации были, тут будут описываться всякие страшные события, и это угнетающее впечатление от книги, особенно еще от того, что это, знаю, что это на реальных событиях, это мощно, я не так много таких вот книг читал, но поэтому, наверное, это одна из таких первых, поэтому оставила сильное впечатление, но опять же скажу тем, кто собирается читать, это не совсем воспринимается, как художественное произведение, я же говорю, тут будут вот эти все, и отсылки какие-то, и проблема будет там, выстроение там, не знаю, это не по канонам, короче, написано там, художественно, там нагнетание, и какой-то ничего не будет, таких способов каких-то, знаешь, что авторы используют там, когда описывают, это прям, действительно, как будто взяли сводки, интервью, сделали большую работу, и попытались это превратить в книгу, в художественную, попытка как художественной книге, не сильно удалась, именно вот такая, но, как сборка всей этой информации, я прям это не ожидал, внутри вот это все встретить, это очень мощно, очень сильно, и так, книга «Нянька», меня воспитывал серийный убийца, издательство «Инспири», автор Лайза Родман, это, собственно, вот эта девушка, которая контактировала когда-то в детстве, и Дженнифер Джордан, это уже более профессиональная писательница, это понимает и журналист, может, даже рассказывается, что она там, какие книги она уже там выпускала, с чем там работала, и так далее, но большая работа была проделана, и читать уже САЦА, это было незабываемое впечатление от этой книги. Считайте хорошие книги, с вами был Сергей, проект По. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok